Послание апостола Павла к евреям, 13 глава, 9 стих. «Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы, занимающиеся ими». Хорошо благодатью укреплять свои сердца. Это значит укреплять принципы благодати в сердце, а не использовать их для плоти и для восполнения своих желаний, которые перерастают в нашей прихоти. И для того, чтобы укреплять благодатью свои сердца, давайте вспомним принципы благодати. Нам апостол Аркадий представляет 10 принципов благодати, соработая с которыми мы сможем укреплять свои сердца. Во-первых, первый принцип благодати – это закон благодати. Десять принципов. Первый закон благодати. Благодать – это такие дары и благословения, которые оплачены для нас жертвенной кровью Иисуса Христа. Это то, за что Господь заплатил своей кровью. 1 Коринфянам 6 глава написано, «Ибо вы куплены дорогою ценою, вы не свои. Посему прославляете Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». То есть Господь заплатил цену за наш дух, душу и тело и назвал нас своим домом. Он заплатил свою цену в крови за Церковь Иисуса Христа. Он заплатил цену для того, чтобы приготовить нам жилища на небесах. То есть это тот дом, за который Господь заплатил Своей ценой. И именно благодать будет вам давать знание, что мы имеем это в Иисусе Христе. Поэтому иногда люди переживают, у меня есть моргич на доме, я его не выплатил. Но если вы выплатили ваш долг, а ваш духовный дом, за который была заплачена великая цена, вы даже на него еще заем не взяли. Это какая катастрофа. Я свой дом выплатил, а за свой духовный дом я даже не взял залог. Для того, чтобы выплатить свой дом, необходимо вначале на условиях Бога взять залог, то есть принять оправдание даром по благодати на основании Священного Писания. И потом пустить его в оборот, это семя смерти Господа Иисуса Христа, и принять его в плоде правды. И тогда наш духовный реалстейт, наш духовный дом, наше тело будет искуплено. Поэтому Господь не платил за наш физический дом. Это мы платим моргич за наши дома, которые останутся и сгорят на этой земле. Бог платил за наш духовный дом. И этот дом, и этот моргич, этот заем должен быть выплачен перед тем, как мы перейдем в вечность. Мы говорим о благодати, о законе благодати. Второе. Благодать – это закон и заповеди, заменяющие, отменяющие и которые независимы от закона Моисеева. Писание говорит Колоссянам 2,14, что Он учением истребил бывшее о нас рукописание, которое было против нас. Что, оказывается, Господь может заменять, отменять и быть независимым от закона Моисеева в нашей жизни только через наличие учения Иисуса Христа в нашей жизни. Теперь, если мы думаем, что мы живем во время благодати, то есть это время благодати исчисляется временем смерти и воскресения Господа Иисуса Христа. То есть это эра, какой сегодня на дворе день. 2023 год. Спросите у сатанистов, у буддистов, у христиан, в исламе, что это за дата, 2023 день. Они говорят, ровно примерно в это время назад Христос воскрес из мертвых. И вы с этим согласны? С этим согласна вся история. И мы живем под благодатью? О, нет. Жить под благодатью – это значит, мы должны иметь то, что обозначает благодать – это учение Иисуса Христа. Без учения Иисуса Христа мы все еще находимся под законом, потому что Он учением истребил бывшее о нас рукописание, закон, который был против нас. Поэтому без учения Иисуса Христа, который представлен нам в учении о крещении, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном, если человек этого не имеет, он все еще находится под законом Моисеевым, законом проклятия. Третье – исполнение заповедей благодати укрепляют наше сердце, под которым подразумевается наш дух. Благодать укрепляет наше сердце. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Он. Если имею отношение к закону благодати, то у меня есть на что уповать. Почему? Потому что мы посмотрели, что мы имеем учение Иисуса Христа, мы имеем надежду в формате учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти, и теперь я могу уповать на Слово Божие, и это упование и есть способность укреплять свое сердце. Продолжаем говорить о законе благодати. Четвертое. Благодать не только не относится к материальным благословениям, она противопоставляется им. Писание говорит, «Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспел во всем, как преуспевает твоя душа». Он не сказал, «Я хочу, чтобы твой душа и твой дух преуспевал так, как ты преуспеваешь материально». Он сказал, «Я хочу, чтобы ты преуспевал материально ровно настолько, насколько преуспевает твой дух и твоя душа». Поэтому, если у нас это несбалансировано, мое материальное благосостояние и мое духовное благосостояние, выраженное в богатстве веры в моем духе и в моем обновленном мышлении, то это крах. Пятое. Благодать, полученная на условиях Бога, но не возвращенная назад на условиях Бога – это благодать, потраченная напрасно. То есть необходимо благодарить Бога. Благодать за благодать. Благодарность за благодать. Он явил Свою благодать. Мы выражаем Ему Свою благодать в том, что мы благодарим Его и чтим Его. Шестое, благодать, потраченная на приобретение материальных благ, это благодать, обращенная в распутство. Или же, другими словами говоря, когда мы используем духовное – принципы, чтобы получить материальное. Писание говорит, мы должны использовать материальные вещи, которые мы должны трансформировать в духовное. Но не духовное, трансформировать в тленное, а взять то, что у меня есть, материальное, и трансформировать его в вечное, в духовное. Седьмое. Рассматривание материальных благословений арсеналом благодати относится к разряду чуждых учений. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно что ничего и не можем вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающий обогащаться впадает в искушение и все эти во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно что ничего и не можем вынести из него. Поэтому материальные благословения не являются арсеналом благодати. Они там присутствуют, но и не являются арсеналом благодати. Арсеналом благодати является то, что мы сможем перенести в вечность. Вот почему, когда святые услышали в первоапостольской церкви, они все начали продавать свои прапорти. Но они поняли, что арсеналом веры не является их богатство, а это является то, что они смогут трансформировать сейчас. И они знали, что жизнь очень будет короткая. Когда Нерон пришел к власти, они знали, что сейчас церковь паридеет. Их будут физически убивать. А у него богатство. Отдать Нерону или же отдать Господу Иисусу Христу. И во времена годины искушений Нерон возьмет свое. Конечно, можно сегодня построить, приготовить, попрятать его везде. И придет от одной до пяти минут, чтобы у правительства найти все, что мы имеем. Как это было с олигархами из России. Все их счета, хотя они не были согласны с правительством России, все было арестовано в течение от одной до пяти минут. Государство знает, где мы что попрятали. Все было арестовано. И по сей день все находится под арестом. Восьмое. Благодать, возвращенная Богу на его условиях, является пищей как Бога, так и нашего сердца. Необходимо возвращать Богу. А для того, чтобы возвращать Богу его благодать, Бог показал, сколько, куда, как и зачем. Девятое. Почитание Бога десятиными приношениями является самой древней заповедью. Апостол Павел сказал к евреям, которые находились под законом. Здесь у нас в законе десятины берут человеки смертные, а там в новом завете, имеющий свидетельство, что он живет. Поэтому, когда мы чтим Господа десятиными приношениями, то мы чтим того, кто имеет свидетельство, что он живет. Он воскрес из мертвых. И десятое. Отдавая начатки Богу, мы возвращаем ему благодать и демонстрируем перед ним свое благочестие. Поэтому, святые, мы сейчас будем петь псалом и благодарить Бога, что мы можем демонстрировать перед ним наличие благодати Божьей, которой мы и через которую мы утверждаем свое сердце, свой дух. И как мы видим, что оно начинается с того, что мы должны принять учение, мы должны принять истину, истину в сердце, которая позволит нам перейти из-под закона осуждения, под порядок закона благодати. Все начинается с принятия семени истины, и мы с вами его имеем. Встанем, пожалуйста, и будем прославлять Бога и участвовать в этом чудном служении. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И рад, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне согласно Твоего Слово, я молю Тебя, да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ во имя Иисуса Христа. Аминь. Будьте благословенны, пожалуйста, садитесь.